Как выбрать лампу в магазине, используя обычный смартфон? И не ошибиться с выбором. Вы приходите, там пишет и 700 кельвина, там 4000 кельвина, 6500 кельвина. Какую же выбрать лампу? Как вырастить рассаду на искусственном свете без солнца? Вот вдалеке растет у меня помидорчик, начинает цвести. Посмотрите, он не вытянут. Видим мы здесь 6500 кельвина, 40 ватт. Получается аж целых 15 ватт, они обманывают. Рассада очень неплохая в условиях, где они вообще не видят ни грамма солнечного света. Всем привет, друзья! Сегодня такая интересная будет тема – освещение для рассады. У меня есть несколько видов ламп, включая очень дорогую. За 20 тысяч мне ее племянник собирал сам, там как бы из деталей. Она у меня освещает 2 метра на метр. Также есть у меня дешевые, то бишь у меня практически здесь у меня везде сидят дешевые лампы. Они у меня, получается, что-то там 280 рублей одна штука стоят. И есть у меня еще от мини-фермера две лампочки. Растет на них рассада, проверяю я все. И у меня есть с чем сравнить. И уже не прошел один год, как бы я вот, допустим, с другими лампами. И я могу вам сказать, какие лучшие лампы. И помочь вам выбрать лампу более-менее по вашему бюджету именно в магазине. И самое что главное в конце видео, если кому будет интересно ламп-мини-фермер, если они вас заинтересуют, то будет промокод на 7% скидочку. Там, в принципе, не только на лампах. Все, что у них есть там в магазине. Любой товар, который вы хотите купить, вы можете приобрести со скидкой. Но давайте приступим к этим лампам, которые идут для рассада. Именно потому, что есть у нас спектр, получается, вот эти в магазин вы приходите, там пишут, допустим, 2700 кельвина, потом пишут там 4000 кельвина, 6500 кельвина. Какую же выбрать лампу? Получается, если вам нужно именно вырастить рассаду дома, можно купить там, да, продаются еще, типа, я забыл, напомню вам, лампы, фитолампы такие. Знаете, такие, они фиолетовым, там, таким цветом светят. Поэтому имейте в виду, то, что эти все лампы, скорее всего, будут просто, ну, они ничто. Они еле светят, как бы, да, выдают, может быть, и правильный спектр, но мощности вам вообще не хватит. И обычная лампочка там за 50-100 рублей намного будет светить лучше, чем эта лампочка, которая, типа, дорогущая фито-лампочка. Это все не ведитесь. Я вам сейчас скажу, как в магазине выбрать это все. Есть специальная программка на телефоне, как это определить яркость, чтобы у вас растение полностью идеально росло. И ваша рассада поднялась, и не было такое длиннющее, как я не знаю кто, и полностью хорошо росла. Ну, давайте приступим к выбору ламп. Вот здесь у меня стоят лампы 3500 кельвина. Они мощные. Каждая лампа у меня выдает по 100 ватт. У нее площадь, получается, освета 2 метра на 1 метр. Здесь у меня растут уже всю зиму саженцы. Да, немножечко там они хлорозят, особенно там, где самый мощный свет, потому что не хватает питания. Но это мы сейчас добавим питание. Вот вдалеке ведь растет у меня, посмотрите, помидорчик. Вот он уже начинает цвести. Посмотрите, он не вытянут. То бишь, ему полностью хватает этого света. И причем из-за того, что здесь находится 3000 кельвина, там 3500 кельвина, ему хватает именно для светения. Получается, значит, 3000-3500 кельвина, это больше уже на цветение. Поэтому, если вы купите такую лампочку, то будет тянуться растение и будет вытягиваться. Чтобы у вас растения не тянулись, нужно покупать около 6500 кельвина. Тогда растения не будет, там будет преобладать синий цвет. Синий цвет отвечает за роз и немножечко будет зеленого. Многие говорят, что зеленый цвет совсем не нужен. Все это неправда, никого не слушайте. Потому что зеленый свет, он проходит сквозь растения, дает дополнительное питание нижним листьям. Это я вам сейчас рассказываю именно по кельвину. Где-то около 4000 кельвина. Это примерно фулл коров. Идет и на синее немножечко, и на красное немножечко. Можно их использовать, если у вас домашнее растение. Если вы саживаете просто рассаду, она не будет свести однозначно только 5-6500 кельвина. Можно даже, в принципе, к 8. Это именно обеспечит им рост, иммунитет. Потому что этот именно световой диапазон отвечает за именно рост. За цветение уже красное более отвечает. Поэтому не нужно красное вам будет покупать. Микрозелень замечательно растет на 6500 без проблем. Ну вот давайте посмотрим. Вот у меня вот здесь уже сидит рассада. Обычные листочки уже полностью все у меня внизу. И уже пошла вторая фаза рост этих всех растений. И уже посмотрите, какие они уже не тянутся. Посмотрите, их понятно, что у меня здесь очень много. Надо делать пикирование. Но сейчас вот уже скоро приходит тепло. Мы будем сажать их на улицу. И уже будет делать как раз пикирование. Это у меня сейчас сидят под лампами. Посмотрите, какой у них диапазон. Это у меня не фулл. А именно под рассаду микрозелень. Цветовая диапазона у меня. И посмотрите. Видите, просто они шикарные. Здесь, конечно, я вот сейчас недавно посадил семечки еще. Специально под обычную лампу за 280 рублей. Чтобы сравнить. Ну, я уже вижу. Ну, понятно, что они еще не все взошли. Зашел только пока один сорт. Вот, посмотрите его. Но листочки уже, если по сравнению с теми лампами. И мне ее надо ниже опускать. Сейчас я вам покажу, почему. Они как бы мне меньше нравятся. Чем вот такая густая зелень. И листочки. Заметьте, что они все листочки небольшие. Им хватает сейчас полностью света. И они полностью у меня растут. Здесь около 2000 косточек. Это все пойдет у меня под пикирование. Дальше у меня также везде, посмотрите. Сидят под обычными лампами, которые обычно 280 рублей. У них спектр у всех 6500. Вот здесь тоже, посмотрите, какие шикарные растут. Раньше они у меня были приподняты на поддоне, чтобы повыше. И посмотрите. Вот полностью зеленые все яркие. Листочки некрупные. И все идеально у меня растет. Даже бананы растут под обычными 6500. А вот здесь у меня рассада сидит именно под лампами 6500 за 280 рублей. Но если вы обратите внимание, они все начинают тянуться вверх, потому что им не хватает немножечко света. Довольно уже большие листочки, чтобы улавливать максимально количество света. И вот она у меня здесь очень неплохая. В условиях, где они вообще не видят ни грамма солнечного света. Это все растения, которые у меня есть, они все под искусственным светом. Полностью все. Но вот, видите, они тянутся, потому что не хватает им. Давайте разбираться, что же делать и как определить в магазине, чтобы нам хватило для растений и как установить эти лампы. Нам понадобится люксметр, который будет мерить силу потока света, который приходит для растений. Даже если спектр будет правильный, но световой поток будет слабый, растение не будет получать нужного количества света и будет плохо расти. Либо нам понадобится просто обычный телефон, который есть у всех. Понятно, что телефон показывает не очень правильно. Ну, для того, чтобы определить в магазине, какая из них лампа лучше светит, нам подойдет. Давайте проведем первый тест. Вот здесь у меня висит лампа 2 мини фермер и обычная лампа за 280 рублей. Я купил в магазине их за 1200 рублей каждая штука. Заявлено у них 25 ватт на каждую лампу. И дешевая лампа за 280 рублей, которая заявлена 40 ватт. По идее эта лампа должна светить лучше. Давайте проверим. Включаем приборчик и вот эта вот часть у нас она мерит световой поток от ламп. Она должна составлять примерно у цитрусов около 20 тысяч люксов. Чтобы падала на листочке, чтобы в магазине убедиться, что лампа у нас светит одна или другая ярче, мы будем прикладывать этот прибор к самому верху светодиодов и начинаем измерять. Вот такие у нас получаются цифры. 52, 51, 55 тысяч. Ну в среднем, грубо говоря, получается около 50-50-2 люксов у самого диода. Ну давайте теперь сравним с дешевой лампой, какая у нее мощность и отличается ли вообще или нет. Вот я начинаю подносить и смотрим. Вот у дешевой лампы, которая на самом деле она больше по ваттам, вот я сейчас двигаю и получается всего лишь там 25, 26, 28, вот сейчас я поймал, 29, 29, получается 30. Вот даже 30 лампы уже давно горят, они уже можно сказать полностью все разгорелись. Ну вот я сейчас там двигаю. Самое большое то, что мы увидели с вами, это можно сказать 30 тысяч люксов. Ну получается у нас лампа мини-фермер 50-52 тысячи люксов, а дешевая лампа за 280 рублей всего лишь там около 30 тысяч люксов. Ну не нужно забывать то, что сейчас еще на дешевой лампе стоит светоотражатель. Также вот есть на андроиде, да и в принципе на айфоне, есть такое приложение, вот оно здесь написано, если захотите посмотреть, остановите паузу, посмотрите. Люкс Лайт Метр. Вы можете его скачать, и оно будет примерно показывать, да, на всех телефонов немножечко по-разному, но у всех у телефонов есть датчик света, который уменьшает, увеличивает яркость экрана. Именно поэтому датчик он определяет, сколько силы света идет от лампы. В магазин вы можете прийти, также поставить, как сейчас я профессиональный ставил, и также он будет показывать. Но он может показывать не 20 тысяч, и не 30, и не 50, что сейчас у меня показывает, может показывать другие цифры, но вы можете будете сравнить, какие будет показывать больше, ту лампу и взять. Но давайте посмотрим здесь. Я вот здесь вот нажимаю кнопочку Reset, и сейчас посмотрим, сколько вот здесь вот будет у меня максимальное число. Начнем с ламп MiniFermer. Берем телефон, и вот в верхней части, где расположены датчики, они обычно у всех телефонов здесь находятся. В верхнюю часть телефона подносим к лампе, и начинаем круговыми движениями вокруг диода. Это нам покажет максимальное количество выдаваемого света из светодиода. И вот у нас получается MiniFermer. Показывает около 183 тысяч. Ну понятно, что здесь светодиоды более направленные сейчас идут, потому что там рассеиватель, мы еще рассеиватель сейчас снимем, посмотрим, что будет на обычной лампе. И у нас получается где-то 183 тысячи. Это, конечно, неправда, потому что профессиональный прибор показывал около 52 тысяч люксов. Но эти цифры мы сможем сравнить с более другой лампой, которая стоит в магазине. Эти цифры будут тоже неверны, но они будут либо больше, либо меньше. Запоминаем цифры и снова нажимаем Reset и подносим к другой лампе. Точно так же круговыми движениями вводим вокруг светодиодов другой лампы и смотрим результаты, которые у нас получились. И у нас получается самая большая цифра 37 тысяч. Понятно, что типа разница слишком большая, но что поделаешь. И давайте я вам сейчас просто ради примера покажу на 100-ваттной очень-очень мощной лампе. И вот у нас показывает на очень-очень мощной лампе, здесь получается почти 1 миллион. Ну понятно, что типа 1 миллион это даже на солнце столько не будет, просто датчик совершенно неправильно показывает. Но он показывает, видите, именно почему я хотел вам показать телефон, то что телефон покажет разницу между лампами, которые будут ярче, которые будут не ярче. Соответственно, они уже будут на одном уровне, уже будут показывать, чем вы будете дальше относить растение от лампы, соответственно, оно будет уменьшаться. Но изначально, в самом начале будет, можно сказать, пуск. Вот здесь миллион, там 200 тысяч, грубо говоря, а здесь там 40 тысяч. Поэтому теперь посмотрим, что нужно как добиться, чтобы было именно хорошо у растений. Чтобы нам добиться, нам надо, чтобы было на нём, ну это профессиональный, поэтому я именно по нему, он уже более откалиброван, более нормально. Вот, допустим, листочек у меня вот здесь, мы поставляем рядом с листочком и смотрим. Видите, здесь у меня показывает 53 тысячи люкс. Это даже очень много, это как солнечный день. Вот у меня внизу сидят, можно сказать, цветочки растений, и там показывает 21 тысяча люксов. Соответственно, это хватит и помидорам, и даже огурцам, и перцам, и оно будет также расти. Главное, здесь уже в данный момент не сила, а именно кельвины. А что у меня здесь происходит? Берём для честноты обзора, вот я кладу приборчик, и замеряем, сколько у меня, можно сказать, до этого приборчика сантиметров. До этого приборчика у меня получается ровно сейчас 30 сантиметров. У меня на 30 сантиметров, грубо говоря, если у меня здесь будет листочек лежать, то у меня, давайте я вам сейчас покажу, у меня будет всего лишь от этой лампы, видите, 5 тысяч люксов. 5 тысяч люксов, это я бы сказал, что маловато, будет тянуться. Ну, так как у меня, видите, листочки, они находятся выше, и на уровне самого листочка, вот я сейчас ставлю, посмотрите, сколько получается. Получается в районе, вон, 15-16 тысяч. Для цитрусов это нормально. Ну, здесь уже они, допустим, с этой стороны, они уже выше стали, можно поднимать. Видите, здесь уже 28 тысяч люксов, это солнечный день. Поэтому я сейчас здесь специально сделал вот такие поднимающие лампы, я просто уже могу дальше выше поднимать. А теперь давайте посмотрим то же самое, но уже с дешёвой лампой. Ну, и вот, для честности, обзора я точно сделал 30 сантиметров, потому что оно было ниже. И давайте посмотрим, сколько у меня получилось здесь люксов на 30 сантиметров. И вот у меня на 30 сантиметрах здесь получается 3400 люксов. Как мы видим разницу, она есть. То бишь, производитель заявляет, что вот эта лампа у нас 40 ватт, а получается она светит намного хуже. А это у нас производитель заявляет, что 25 ватт. И она на самом деле хорошо работает. Поэтому видите уже, какая есть разница. А теперь давайте вот эту же лампу, я сейчас вот этот светоотражатель сниму. У нас она будет ярче. Сравняются ли две лампы у нас с отражателем. Одна стоит, получается, 12300, другая стоит, соответственно, 280 рублей. Посмотрим, будет ли между ними разница. Ну, вот видите, там я снял именно отсюда плёночку, чтобы было видно, насколько это будет примерно разница. Вот я опускаю на 30 сантиметров, и получается 4200. Видите, всё равно уже сила тока получается, сила, получается люкс, а он идёт значительно меньше. Получается уже 4200. И вот давайте сейчас примерно, я сейчас понятно уже замерять не буду. Вот на уровне, вот здесь я сейчас посмотрю, это вот у меня сейчас показывает. Вот 19000 на уровне листочков лимона. И точно на таком же расстоянии, я вот двигаю, мы смотрим, сколько получаем у этой лампы. У этой получаем 10-11 тысяч. Точно на таком же расстоянии. Поэтому эта лампа, получается, за 280 рублей потребляет, по идее, должна... Мы сейчас ещё тоже проверим. Она даёт света всего лишь на 10 сантиметрах, всего лишь 10 тысяч люксов. В принципе, для многой рассады тоже хватит, поэтому она вот там у меня дальше и растёт. Но вот этот мини-фермер, который стоит в 3 раза дороже, он в 2 раза лучше светит на 10 сантиметрах. Понятно, что, типа, если выставлять вот так вот по несколько штук на определённом расстоянии, потому что имейте в виду, то, что вот она вот сейчас светит, вот уже здесь уже начинает свет пропадать. Поэтому нужно определять, можно сказать, площадь, чтобы поставить вторую, там, третью, четвёртую, пятую, шестую лампу. Имейте это в виду. И давайте замерим сейчас, как они греются. Мини-фермер. Я вот сейчас замеряю. У меня получается... Сейчас я вам покажу. Вот самое, что большое я нашёл, это у меня вот 27 градусов. Теперь смотрим, сколько у меня дешёвая лампа. Дешёвую лампу я смотрю, погрел. Большая лампа тоже в разумных мерках, 31 градус. Значит, это говорит о том, что светодиоды не перегреваются. Поэтому, в принципе, должны будут долго жить. А теперь давайте мы замерим, сколько реально они потребляют. Может быть, то, что вот мини-фермер светит, он, может быть, на самом деле просто тупо больше потребляет энергии, чем потребляет вот эта дешёвая. Либо дешёвая нас обманывает и значительно меньше потребляет энергии, поэтому она светит намного хуже. Давайте проверим и убедимся ещё раз. Ну вот, у меня есть такой приборчик. Вот он здесь показывает, сколько потребляет ватт ламп. Так, вот она загорелась, и у нас получается 24,1 Вт. А заявлено у неё 40. Вот сама лампа, видим мы здесь, 6500 Кельвина, 40 Вт. То бишь, понимаете, у нас разница получается аж целых 15 Вт, то бишь, они обманывают. Ну и вот точно такой же тест я сейчас подключил. Правда, две лампы нам придётся разделить на два. Каждая лампа по 25 Вт должно быть 50 Вт. Ну, посмотрим, может, так же будет две лампы 25 Вт, тогда получается и здесь обман. Давайте посмотрим, вот сейчас я её включаю, сейчас здесь загорится у меня. Вот две лампы загорелось, смотрим, что у нас здесь показывает. Так, а показывают, у нас здесь 48,4 Вт, то бишь, две лампы почти 50 Вт. Ну да, там получается 1,5 Вт по 0,7 Вт, но это не важно. Они только что уже горели, все разгорелись, проблем нет. При 25 Вт получается такая мощность, как мы видим. Мини-фермер, он полностью чётко говорит и ничего не обманывает. И получается у нас в итоге это не 40, а 25, и она ещё светит хуже. А вот эта у нас 25, и она светит лучше, эти свои 25 отдаёт честно. И плюс у неё уже нанесён слой защитный. Я могу опрыскивать, и никогда у меня не повредятся светодиоды. Здесь этого нет, приходится ещё, чтобы увеличить свет, мне приходится снимать вот этот отражатель. Ну, понятно, что типа отражатель, он какой-то забирает свет. Но мне надо ещё нанести лак, либо замотать вот это всё скотчем, как у меня вот сделано. Вот если посмотреть, вот у меня наверху есть лампа, просто замотан скотч. И влага, соответственно, не попадает в неё. Ну, так что делайте вывод, что вам лучше, либо купить... Ну, даже, получается, при одинаковой мощности, смысл получается... Ну, она дешевле стоит изначально, а потребляет она столько же, а света даёт меньше. Но на них может расти. У меня до появления мини-фермеров всё на них росло. Но сейчас рассада на мини-фермер растёт очень быстро. Такое, посмотрите, шикарное рассадовое получается. Можно выращивать перец, можно выращивать там... Чё угодно. В этом проблем никаких не будет. Там помидоры захотели, пожалуйста. Там павловню захотели, пожалуйста. Цитрусти расти, пожалуйста. Только выберите именно спектра. Потому что и регулируйте состояние. У меня вот растение поднимается тут вверх. Я просто беру вот так вот лампочки и на верёвочках поднимаю чуть-чуть выше. Потому что когда они поднимутся вверх, они зайдут в зону. Потому что у неё вот такая идёт зона. Они зайдут в зону, где не попадает свет. Поэтому обязательно за этим следите. Потому что если он попадёт в зону, куда нет свет, он будет плохо расти. Либо пойдёт вверх тянуться. А так он либо в сторону начнёт гнуться. А так они, посмотрите, все растут ровно. Потому что все листочки попадают ровно в зону света. Ну, получается у нас, как я вот показал по тестам, то разница обычных дешёвых ламп, она, конечно, есть дешёвая. Поэтому если вы хотите, покупайте. У меня уже знаете, сколько этих дешёвых ламп. Они, в принципе, горят. И у меня довольно их много лежит уже испорчено. Я там паяю диоды, устанавливаю, они потом опять какое-то время служат. Но, к сожалению, из-за того, что идёт некачественный диод, то получается именно такая проблема. Майнфермер, в принципе, как у них на сайте написано, что они там и гарантию дают большую, и с ними ничего не будет. Потому что они используют более дорогие светодиоды, которые полностью соответствуют спектру, который они указывают. Мы ещё, хотя у меня нет спектрометра, мы ещё не замеряли именно правильность именно спектра. Но я, в принципе, по свету вижу, что здесь примерно 5000, здесь чуть-чуть сильнее. Поэтому они, скорее всего, все точно показывают около 6-5 тысяч. Это как бы понятно, что, скорее всего, никто не обманывает. Но сам факт, видели, в принципе, тоже лампа не моргает. Поэтому дешёвая тоже имеет смысл на жизнь. Но просто дешёвых, скорее всего, нужно будет как можно ближе опускать к самому листу растений, чтобы давал именно там, ну, хотя бы 15 тысяч люкс. На самом деле, даже цитрусы смогут из 10 расти, но они уже начнут более тянуться. И имейте в виду то, что это 10 тысяч падает на первый листок, а вот что будет дальше, там уже становится меньше. Поэтому желательно побольше. Но для рассады, там огурцов, помидор, там микрозелени, вот эти лампы мини-фермер вообще идеальны. Там у них даже есть, даже написано микрозелени. А, допустим, для фулл-колор, это там, допустим, если вы хотите лимоны, чтобы они свели, уже именно полная стадия, как бы. И, получается, там все света есть. Но я бы всё равно рекомендовал, если вы зимой подсвечиваете, вам, в принципе, не нужны плоды. Они зреют летом, когда солнце светит, и хорошо. Поэтому они должны уже успеть дозреть до Нового года. Мне, по факту, больше нравится именно 5000 кельвина с красным светом небольшим. Там есть, как бы, такие вот через 5-6 лампочек, диодов стоит именно красное. Мне этого достаточно. Рассада вся зелёная, вся растёт. Вот я просто смотрю, любуюсь, это просто красота. Поэтому я вам рекомендую. Если вы хотите мини-фермер, ходите на сайт, у них всё есть. Я вам даю промокод ZH7, большими буквами. Либо вы можете это будет найти, ссылку на их сайт, и этот промокод я вам там напишу. Поэтому пользуйтесь. А здесь я буду постепенно... Сейчас они, понятно, что, типа, денег стоят эти лампы. Там я ещё хочу 50-ваттные взять лампы, протестить, как они будут светить. То бишь, здесь я буду всё на следующий год заменять этими лампами, потому что они показали результат за этот сезон у меня. Рассада просто прёт. То, что мне надо. Ну и, понятно, что, типа, мощный свет тоже, в принципе, всё растёт. Но мощный свет, к сожалению, там 20 тысяч, и она, можно сказать, площадь у меня делают всего лишь 2 на метр, и мне нужно таких там штуки 4, ведь по полторы тысячи. Поэтому и не надо будет так высоко поднимать, потому что к самой лампе, если подносишь руку, аж обжигаешься, потому что там слишком реально большой свет, они больше подходят. Именно вот здесь у меня цитрис большой сидит. Вот они для него больше подошло, чтобы как бы можно вот так вот все листья обхватывать. Ну, а решать вам. Либо пользоваться дешёвыми лампами, но обязательно проверяйте их в магазине на телефоне, как я вам показывал. Без разницы, что там чуть-чуть большие, где-то чуть-чуть меньше цифры, но когда вы поднесёте к двум лампам, вы просто сможете определить, даже ваш телефон не откалиброванный, он покажет, что на одной больше, на другой меньше. Стоят они одинаково, смысл покупать лампу, которая стоит дороже, а светит ещё хуже. Нету никакого смысла. И не ведитесь никогда на фитолампа, которая такая розовенькая, вся хорошая, но если вы поднесёте так же телефон, вы увидите, что там очень маленький свет. Самое главное для растений – это яркость света. После того, как яркость света, уже идёт вот этот спектр важный. Но если вы сделаете очень самый лучший спектр, который только может быть на свете, но силы у вас не будет, света, то это всё бессмысленно. Поэтому сначала сила, потом уже пытаемся лампы подстраивать под нужные растения спектры. Только так, по-другому вы ничего не получите. И имейте в виду, что синий идёт для роста растений, корней, зелёный идёт, он насквозь растения, это дальний свет, он тоже нужен. Многие говорят, что типа не нужен, это полный бред. И, соответственно, красный свет, он нужен именно, чтобы когда растение цветёт, и наливались у вас плоды. Для этого нужен красный. Поэтому вот и думайте, совмещайте, как вам. Ну, на этом всё. Всем спасибо, всем пока. Кто меня смотрит, пишите комментарии, очень интересно будет ответить. До новых встреч!